добрый день дорогие друзья мой первый вопрос как всегда как хорошо меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат если видите и слышите меня нормально так это хорошо сейчас я подвинуть немножко ближе к центру экрана и мы с вами продолжим ну чтож сегодня у нас с вами тема вебинара университетская библиотека онлайн для библиотекаря тема которая у нас периодически проходит раз полгода примерно вот но перед тем как эту тему освещаю я обычно калинников павел юрьевич если кто-то не знает руководитель учебно-методического центра компании директ академии вот вот но перед тем как прикоснуться к этой теме начать ее излагать давайте я выполню свои обязанности руководителя директ академии и расскажу вам о тех ссылках которые я разместил самом начале нашего сегодняшнего чата и так переведите пожалуйста чат в самое начало и вы увидите блок красного текста с четырьмя ссылками первая ссылка ведет на основную страницу нашего сайта сайта директ академии с расписанием и на этой странице вы можете зарегистрироваться на любое мероприятие оставшиеся до конца до конца нашего учебного года до конца учебного года каждый день у нас каждый рабочий день у нас будут проводиться мероприятия большинство из них уже определено те которые не определены будут по мере приближения к дате уточняться и вы по этой ссылке сможете уточнить расписание вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютюбе и я вам настоятельно рекомендую на нее на наш канал подписаться потому что на нем хранится огромное количество записей наших вебинаров уже приближается она к 650 вот то есть мы уже задумались над тем когда у нас 1000 будет вот наверное через годик и через годика через полтора где-то а вот и чтобы постоянно получать уведомления о новостях я предлагаю вам подписаться потому что там действительно много полезной и важной информации а третья ссылка ведет на страницу онлайн курсов и в этом месяце мы запускаем целых три онлайн курса один из них одним я расскажу чуть подробнее это онлайн интенсив о быстром переходе переходе вузов онлайн отдельную ссылку дам по ходу нашего сегодняшнего вебинара другой который до этот начнется до когда я сказал этот месяц я немножко забежал вперед я имею ввиду апрель месяц и так 1 апреля начнется наш онлайн интенсив который продлится всего одну неделю 14 апреля будет проходить курс виталия цигель но посвященный индивидуальной работе преподавателя в онлайне ну и наконец 28 апреля начнется курс татьяны телегиной который связан с авторством вузе с публикационной активностью и с тем вопросом как эту публикационную активность достигать и как правильно работать с текстами а вот ну и наконец последняя ссылка она ведет на страницу нашего сайта где объясняется как приобрести сертификат после посещения нашего сегодняшнего вебинара самом конце вебинара я выдам всем присутствующим сертификаты и их можно будет приобрести стандартным для нас уже способом ну что ж давайте тогда начнем наш сегодняшний вебинар и начну я его с не самой темы а с темы которые нам очень близко сейчас вузы сейчас да вообще вся страна сидит на карантине еще пока не на полном карантине но видимо скоро он начнется вузы уже все сидят на онлайне по приказу министра нашего вот и поэтому мы как ну кстати как и многие другие компании делаем предложение нашим клиентам и тем кто еще не является нашими клиентами получить бесплатный доступ до 1 июня ко всем нашим электронным ресурсам это касается конечно тех тех кто не является нашими абонентами хотя бы по одному из этих пунктов да и так до 1 июня бесплатный доступ для всех новых абонентов представляется к трем нашим основным ресурсам эбс университетская библиотека онлайн это наш флагманский продукт эбс библиотека нонфикшен это вариант наши бс для публичных библиотек а ну и бс библиошкола это вариант для школ вот ну и кроме того у нас есть ресурс который называется интернет-магазин и в нем действует скистки а 30 процентов на все товары представлены в нашем магазине как это все сделать а вот здесь есть ссылки каким образом заполнить анкету на каждый из этих продуктов вот презентация у меня находится я не буду эти ссылки копировать в час сейчас вы можете скачать презентацию из окна ресурсов нашей нашего вебинара и по любой из этих ссылок перейти и заполнить форму заполнение форму и отправка этой формы автоматически приведет к тому что эта форма появится у наших админов и они в течение там нескольких рабочих дней ну прекрасно нескольких рабочих дней вас подключат почему нескольких потому что у нас шквал заявок и ребята просто не справляются там была бы ваша заявка 1 они бы это сделали там меньше чем за полдня может быть да но речь идет о сотнях поэтому вот мы аккуратно пишем что два-три дня скажем так ну что ж и я хотел бы уже отдельным пунктом прокомментировать что у нас есть еще предложение по онлайн курсу который мы запускаем 1 апреля первого апреля курс мы замыслили курс который называется быстрый перевод обучения в онлайн я имею к этому курс прямое отношение являясь одним из его авторов курс будет состоять из шести вебинаров которые пройдут течение одной недели а в среду в по пятницу и в понедельник так как это интенсив он будет по два вебинара то есть по два двухчасовых вебинаров означенные дни зато быстро закончимся закончим и беспрецедентная цена от 2 990 рублей ну и там есть варианты цены другие пожалуйста посмотрите и я приготовил для вас ссылку можете ее прямо сейчас посмотреть сейчас и и кину в чат а отвечаю олегу васильевичу ну а почему она настораживает есть разные разные форматы если надо быстро то значит надо решить текущие задачи и наиболее остростоящие задачи по не быстрым проблемам мы и так работаем весь год и у нас достаточно продвинутые курсы которые не по быстрым проблемам а так вообще если говорить о переводе вуза в онлайн полностью то это такая хорошая тема для трех-четырех курсов вообще-то больших десятитемных где-то да включая включая методологии ну а про мозги как раз вот этот вот курс потому что этот курс в основном предназначен не для администраторов вузовских которые собирается переводить это все в онлайн а для а для преподавателей которые собственно являются самым тонким или как это сказать самым слабым звеном да потому что преподаватели ну всегда есть какие-то продвинутые преподаватели есть преподаватели которые ну совершенно не готовы к онлайну нет нет это это правильный вопрос я бы наверное сам на него ответил поэтому речь идет о быстроте да тут можно наверное сказать нет этот курс конечно не будет плохим но на самом деле есть такая поговорка что лучше плохо но сегодня чем хорошо но никогда вот это тот самый случай когда есть острая проблема ее надо прямо сейчас решить поэтому мы взяли шесть наиболее острых тем и попытаемся ее сейчас осветить понимая что конечно хороший переход вот на онлайн он требует гораздо больше и времени и и средств и всего ну по крайней мере решить какие-то острые проблемы а вот вот такой вот курс авторы ваш покорный слуга Татьяна Телегина и Виталий Цигельный все авторы с большим опытом в работе в онлайне преподавание онлайн так что можете полагаться на на них каждый из нас просит по две темы из этого курса и курс начнется уже совсем скоро 1 апреля мы не стали тянуть проводить длительную длительный набор на курс решили лучше потом запустим второй раз если будет еще будут будут еще у нас заявки а вот так что уже на следующей неделе в среду он он начнется ну и цену сделали самую минимальную какую возможно просто потому что людям надо вот все упростили до до невозможности в этом смысле еще раз эту информацию дам в конце нашего вебинара потому что обычно к концу доходят еще люди а вот чтобы они тоже не остались без этой информации ну что ж а мы собственно а да я же забыл совсем сделать еще всегдашний анонс вебинаров которые у нас состоятся в ближайшее время как-то у меня сегодня затянулась представительская часть но ничего вот те вебинары которые придут которые будут проведены в ближайшее время а в понедельник татьяна телегина уже упомянутая мной сегодня ее вебинар в 12.00 библиография и информационная грамотность и кстати на этом вебинаре она свой курс будет представлять 31 числа цикл новое поколение Ольга Магонова и ее вебинар развитие логического мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста ну и конец 1 апреля вебинар нашего генерального директора Константина Николаевича Костюка и его тема книга знаний и литература нонфикшн поговорим о будущем книге да кстати достаточно достаточно интересный вопрос поговорить о будущем книге в свете проходящих ныне событий с пандемией вируса я думаю что ни книга ни библиотеки прежними уже не будут после того как человечество этот вопрос решит все будет совсем по-другому так что посмотрим что по этому поводу Константин скажет но мы переходим собственно к теме сегодняшней вот итак мы сегодня поговорим об университетской библиотеке онлайн и о том функционале который есть у библиотекаря и для начала поговорим вообще об уровнях доступа и кто такой библиотекарь в нашем понимании у нас есть своя терминология и она такова что в нашей ЭБС присутствует четыре уровня доступа на самом деле там их больше но с точки зрения вуза только четыре потому что у нас есть и другие уровни доступа такие как автор например наш собственный админ который имеет самые большие права а вот с точки зрения вуза самый самая высшая в иерархии уровни доступа это корневой пользователь администратор он же как правило и библиотекарь а тот же то есть так как библиотека как правило является заказчиком услуг непосредственным заказчиком услуг для вуза то библиотекарь является корневым пользователем но это не значит что библиотекарь один должен быть обязательно и только он имеет вход в систему а но это один один аккаунт который обладает наивысшими наивысшими правами а этот аккаунт имеет во-первых дополнительные существенные дополнительные места в личном дополнительные функции в личном кабинете имеет возможность иметь возможность управлять контингентом распределять его как-то настраивать имеет возможность настраивать книгообеспеченность имеет доступ к статистике расширенный и так далее и так далее вот об этом мы сегодня и поговорим ну и да и имеет возможность об этом я уже сказал имеет возможность настраивать доступ для всех остальных людей которые в этом вузе потребляют ЭБС остальные роли таковы это преподаватель и примыкающая к нему роль абонент организации это такие средние по возможностям роли это ну если можно так выразиться привилегированные читатели это в основном конечно читатели ЭБС ну с некоторыми дополнительными возможностями ну и наконец конечный конечная роль наиболее массовая это студент вот да абонент организации это просто как правило сотрудник вуза но не преподаватель который не занимается преподавательской деятельностью там чуть чуть отличается по возможностям от преподавателя ну и наконец студент это с одной стороны это низшая роль с другой стороны это роль ради которой собственно все и существует вот и для нее реализуются базовые функции по по чтению подбору поиску и так далее и так далее и сегодня мы с вами будем говорить вот вот этой роли и о том что можно делать тогда когда вы являетесь корневым пользователем или другими словами библиотекарем для того чтобы ознакомиться с функционалом библиотекаря надо сначала перейти в личный кабинет переход в личный кабинет происходит на самой верхушке сайта нашего здесь я заблурил фамилию которая здесь была какая-то любая да а здесь такая маленький треугольничек когда вы на него нажимаетесь нажимаете вываливается вот такая менюшка и в это меню можете нажать на ну кроме выхода на любую ссылку лучше всего нажмите сразу на пункт меню мой вуз и вы попадаете вот такую большое окошко со вкладками в этом вкладке основной функционал ваш располагается во вкладке мой вуз ну и немного мы еще поговорим о вкладке событий статистика и о вкладке мои события там тоже есть нюансы для роли библиотекаря ну первое первая самая строка это строка о вузе и здесь здесь желательно заполнить информацию о своем вузе поставить его логотип описание я понимаю что это кажется вам лишним но на самом деле это совсем не лишнее и напоминание о том кто вы и почему оно в общем то достаточно полезно ну студенты наверное знают в каком вузе они учатся а вот преподаватели они например могут работать нескольких вузах и зайдя в ЭБС им неплохо бы знать от имени какого вуза в настоящий момент они зашли могут и могут и не помнить вот кроме того для получения возможности различных настроек особенно в роли преподавателя в частности для того чтобы преподаватели могли свои учебники предложить студентам очень желательно заполнить структуру вуза вот здесь вот и в частности ввести список преподавателей вот чтобы преподаватели к своему имени могли привязывать различные различные учебники о чем мы сегодня поговорим вот функционал который либо либо уникален для роли библиотекаря либо в роли библиотекаря выглядит несколько иначе чем в других ролях я в основном говорю вот об этом пункте последнем он выглядит иначе итак поговорим об информации о подписке о рассылке о вот вот такой достаточно продвинутый пункт это пользователи и управление контингентом показатели ЭБС про книгообеспеченность скажем пару слов всего потому что у нас по этому поводу отдельные вебинары проводятся поговорим о том как интегрировать вашу библиотеку вашу ЭБС в контекст библиотеки вообще при помощи АБИС расскажем о том как посмотреть тот контент который у нас есть в ЭБС на который вы не были подписаны и сколько народу у вас запросило этот недоступный для для них контент далее поговорим о вкладке статистика и какие статистические какую статистическую информацию вы можете об ЭБС вытащить из нашей системы ну и наконец поговорим о поисковых выборках о том как они видны со стороны роли корневого пользователя информация о подписке ну это достаточно простой пункт информационный здесь вы получаете информацию о том к чему вы конкретно подписаны вот и информация о подписке может быть как достаточно простой то есть вы можете просто посмотреть вот на этой под вкладке просто посмотреть те доступные разделы книг которые вот разделы книг базовые коллекции аудиокниги карты тесты то есть по видам контента можете найти любой контент на который вы конкретно в настоящий момент подписаны вот и вываливается вот такие списки эшелонированные и в конце концов вы попадаете на конкретные кликабельные кликабельные ссылку откуда можете посмотреть увидеть или услышать в данном случае да это аудиокнигу мы специально я показал пример да или услышать конкретные конкретные произведения то есть перейти и сразу почитать или посмотреть или послушать ну и достаточно важный для библиотек пункт это движение фонда ваш фонд вашей ЭБС он движется да он пополняется в основном он пополняется ну и что-то убывает из него и вам всегда полезно знать какие книги были и какие какие книги новые появились какие какие нет и эту информацию вы можете получить в виде excel файла например вот но надо отметить что такую информацию вы можете делать для сохраненных моментов времени сохраненные моменты времени это те моменты когда вы нажимали на кнопку запомнить текущее состояние подписки если вы на эту кнопку не нажимаете то раз в определенный промежуток времени если не изменяет память две недели такие сохранения происходят автоматически и вот вот любой из этих любую из этих дат вы можете сравнить с любой другой либо с актуальным состоянием которое не требует не требует состояние сохранение если вы не хотите сохранять текущую дату а просто хотите с ней сравнить вы всегда это можете сделать то есть условно говоря актуальное состояние всегда является как бы сохраненным с ним всегда можно сравнить вот после того как вы сделали такие установки вы можете получить информацию в формате excel где есть две две вкладки это добавленные книги и удаленные книги вот и разумеется это добавленные и удаленные книги за тот период который вот здесь вот указан то есть не за весь обращаю ваше внимание не за весь период пока вашей подписки к bs и тем более не за весь период существования bs да а вот за тот период который вы здесь который вы здесь указали а вот ну и дальше можете использовать этот эту табличку по своему усмотрению например для коррекции книг в abyss или где-то в другом месте хотя для коррекции abyss можно использовать другой сервис об этом мы чуть чуть попозже попозже я расскажу а рассылка ну это очень просто если хотите получать наши новости то просто подпишитесь на информационную рассылку поставьте здесь галочки какие-то да либо можете подписаться на новости а информационная рассылка это рассылка по контенту а подписка на новости это подписка на 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 наши новости да совсем хотел бы хотел бы уточнить что еще вы можете подписаться на наши новости в частности на новости директ академии а вот сейчас скажу где не не буду эту ссылку снова помещать на главной странице на главной странице директ академии внизу в самом низу первой странице есть кнопка подписаться подписаться на рассылку вот там можете тоже нажать эту кнопочку и окажетесь в числе наших подписчиков пользователи как я уже говорил работа с контингентом это одна из самых таких насыщенных функций и находится она вот вот здесь пункт меню пользователи и открывается вот такая вот табличка в которой все ваши пользователи упомянуты и они могут быть отранжированы отранжированы по айди то есть по внутреннему номеру по фамилии имени отчеству по логину мэйлу дню рождения дате рождения прошу прощения типу пользователя это собственно роль да ну и если есть информация о структуре вашего вуза то еще могут быть по курсу проставлены каждый пользователя можно поискать вот по фамилии по имейлу и по логину можно добавить пользователя по этой кнопкой по этой кнопке вы просто добавляете одного пользователя а вот и больше ничего вот далее вы можете загрузить пользователя при помощи импорта таблицы при этом вам приводится типовой вид таблицы который вы можете просто заполнить сколько угодно граф а потом загрузить в сервис и он поймет как это все сделать при регистрации пользователя надо полностью задать его если это делаете вы да то надо полностью задать фамилию имя по возможности отчество мейл обязательно логин обязательно придумать ну и тип профиля надо выбрать студент или преподаватель если вы вводите преподавателя то обязательно введите его фамилию имя отчество точно следите пожалуйста за этим потому что если вы например не введете отчество или сделаете ошибку то преподаватель не сможет смотреть свои показатели цитируемости которые видны на его личном кабинете посредством обмена информацией с сайтом и лайбрари как я уже говорил вы можете обновить и импортировать таблицы и вот примерно внешний вид этой таблицы для обновления данных можно использовать вот такую таблицу она очень похожа с той таблицы которую вы видите пример можете скачать вот отсюда с этой кнопочки и потом этот же пример заполнить и отослать отослать вот такой такой вид таблички для обновления то есть когда люди уже существуют их надо только обновить а чуть-чуть другой формат экселевский для людей которые вводятся впервые вводятся в таблицу ну хотел бы отметить что также если у вас нет ресурсов для того чтобы вводить ваших пользователей вы можете просто отослать любой эксель список ну достаточный да там где есть фамилии имена отчества и e-mail e-mail это обязательно без e-mail и нельзя работать в библиотеке потому что на e-mail студентам приходят уведомления студентам и преподавателям вот и наши админы смогут это выполнить задачу автоматически тоже показатели ЭБС когда-то если вы помните был приказ 19.53 который строго регламентировал параметры ЭБС которые должны выполняться для вузов а то есть просто без выполнения этих параметров это электронная библиотека не могла считаться не могла называться ЭБС вот приказа давно нет но с той поры у нас сохранился вот этот вот функционал так как он удобный не только не только для выполнения приказа но и вообще и он показывает некие базовые базовые показатели как цифровые так и бинарные которым ваша система удовлетворяет ну вот например в первой строке объем фонда ЭБС общее число число изданий включенных в электронную библиотечную систему обращаю ваше внимание что эти все цифры это не вся наша ЭБС которая вообще существует и на какую на которую можно теоретически подписаться то есть максимальный объем ЭБС а тот объем ЭБС на который вы конкретно подписаны вот так вот вот здесь общее количество изданий на которые вы подписаны количество учебников и учебных пособий за последние 10 лет а на дисциплины гуманитарного и социального и экономического цикла за последние 5 лет то есть удовлетворяющие условиям министерским условиям количество учебно-методической литературы количество монографии здесь уже речь идет о науке количество научной литературы количество изданий художественной литературы такая у нас тоже есть хотя это и не основная направленность количество издательств которые присутствуют у вас в подписке количество наименований журналов ну и из них количество наименований журналов из перечня ВАК ну и в конце тут можно открыть расширенную информацию по укрупненным группам направлений подготовки и специальности по каждому из них из более чем 50 ну и здесь я не стал дальше показывать есть еще показатели типа да нет там может ли обеспечить обеспечить из любой точки земного шара да может ли обеспечить одновременно более 50 процентов студентов вуза да и так далее и так далее да хотел бы отметить что все эти показатели и конкретную информацию по по ним да то есть состав этих этих цифр конкретные вы можете получить вот здесь там ткнув на кнопочку либо прямо в вебе на страничке либо скачав в виде excel файла и потом что-то с этим файлом делаем книгообеспеченность у нас возможно возможно заполнение книгообеспеченности это такой очень большой функционал на который мы обычно отводим отдельный вебинар здесь я об этом сейчас говорить не буду возможно заполнение таблиц книгообеспеченности как со стороны работников библиотеки со стороны аккаунта корневого пользователя так и со стороны преподавателей и это достаточно продвинутый сервис который постоянно подвергается у нас модернизации и я хотел бы вам порекомендовать 28 апреля посетить вебинар моего коллеги Артема Захватаева который является руководителем отдела разработки нашей компании он проведет вебинар под названием обновленный сервис книгообеспеченности университетской библиотеки онлайн вот вот таким вот вот поэтому давайте я эту ссылку вам сейчас дам одну минуточку прямо прямо в чат вам сейчас ее закину вот так как этот сервис развивается вот прямо конкретно в наше время и постоянно совершенствуется у нас эту тему ведет Артем который находится на острие разработки и поэтому собственно эту тему и озвучивает к этой теме очень много других вопросов подсоединяется там например сервис книгообеспеченности связан с сервисом в который мы вы можете послать забыл 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 как называется это учебные программы и если эти учебные программы сверстаны по хоть по каким-то правилам более-менее понятным то они автоматически распознаются и из них книжки тоже распознаются название книг и поищутся в нашей библиотеке если они есть то они появится в книгообеспеченности если нет то то по возможности будут предложены замены вот таким образом такая высокая автоматизация у нас в настоящий момент реализовывается ну и хотел бы отметить что совсем недавно прошел 10 марта вебинар Артема на котором он это уже более-менее рассказал подробно ну в числе других правда проектов компании директ медиа но если он прямо срочно хочется посмотреть не дожидаясь 28 апреля можете вот зайти сейчас я эту ссылку тоже вам дам войти и посмотреть запись сейчас одну минутку ссылку надо скопировать и посмотреть запись запись его вебинара так вот эта ссылочка давайте пойдем дальше запись русмарк наша электронная библиотечная система умеет форму формировать записи русмарк для книг из разделов из коллекции и так далее эти записи русмарк потом могут грузиться в абисс вашу и таким образом формировать информационное пространство уже общее то есть наша эбс может войти в общее информационное пространство в библиотеке вот причем вы можете делать такие записи как для отдельных разделов так и для всей библиотеки а также можете их делать для книг отдельно для книг вновь включенных или для книг исключенных за определенный период это делается автоматически это делается аналогично информация подписки по сохраненным точкам вот здесь вот я покажу по сохраненным точкам запомненным запомненным состоянием вот например мы хотим сравнить состояние там 9.02.2015 с актуальным состоянием и хотим например получить только добавленные за этот период книги вашу подписку ну или только удаленные хотим получить о и получить их в виде записи русмарк файлы файлы тоже могут быть различными во первых вы можете выбрать формат либо формат ISO windows 12.51 либо формат вот наиболее употребимый ISO UTF 8 вот это форматы двоичные их неудобно читать но зато их удобно загружать в abyss есть еще формат чисто текстовый и этот формат удобно загружать для визуального контроля что и как выгружается вот еще формат xml этот формат как правило любят программисты если у вас стоит задача вкачать эту информацию в какую-то нетрадиционную систему то возможно этот выбор самый хороший ну и наконец вы можете выбрать три варианта группировки записей один файл одна запись в этом случае вы получаете огромные ну если вы выбираете большой раздел получаете огромное количество файлов с ними не очень удобно работать но зато если вы хотите выгрузить маленький разделчик это может быть и достаточно удобно а можете наоборот выгрузить все книги все записи одним большим файлом это удобно делать тогда когда вы уже эту операцию многократно выполняли и как бы вам не надо не контролировать ничего просто одним файлом выкачали одним файлом потом закачали ну и можно это делать промежуточный такой вариант это блоками до тысячи записей вот это как бы и вашим и нашим то есть будет некое ограниченное число файлов но с другой стороны они будут не минимальные по размеру а достаточно крупные такие ну и большая кнопка загрузить по которой собственно это все и загружается на ваш компьютер и точно так же как и в разделе информация о вашей подписке вы можете нажать на кнопку запомнить состояние подписки это одна и та же кнопка она не она вызывает одно и то же действие что в этом пункте меню что и в том она просто запоминает состояние подписки на данный момент времени вот и все отказы информация о недоступном контенте наша ЭБС как она существует у нас всегда больше конкретной ЭБС которая существует в ВУЗе ну практически не бывает случаев когда ВУЗе подписано на абсолютно 100% контента который у нас в ЭБС существует всегда есть то что ВУЗу дорого что ВУЗу не надо по какой-то причине какие-то издательские коллекции ему не нужны какие-то нужны вот на что-то подписывается отдельно ну на что-то нет а иной раз и вообще по книжно подписаны поэтому всегда полезно знать да при этом те книги которые у нас есть в ЭБС но их нет в конкретном вашей подписке они не удалены из возможностей поиска ну то есть поиск и каталог их можно настроить так чтобы показывались в них только книжки из вашей подписки но можно эту галку и снять и тогда будут будут показаны вообще все книги а вот это собственно полезно потому что чтобы и и вам как библиотекарем и преподавателям для некой обратной связи чтобы было понятно какие еще книги есть и какие были возможности но они не использованы при вашей конкретной подписке ну и соответственно библиотекарю полезно знать какие были попытки доступа к этим книжкам да а эти книжки они не просто отсутствуют в нашей подписке а там есть вся информация библиография описание и такой пробное вариант пробного чтения то есть несколько страничек ой и информацию о недоступном контенте или как иногда говорят об отказах да библиотек библиотечной терминологии вы можете посмотреть по вот этому пункту меню он последний во вкладке мой вуз вот и там вы можете опять же выбрать начало периода и конец периода обращаю ваше внимание в данном случае это уже не сохраненные состояния системы а вообще любые любые периоды а почему так сделано потому что состояние подписки запоминается в том случае вообще это сделано для того чтобы не перегружать систему в тех пунктах меню о которых мы говорили это действие оно требует достаточно серьезной работы серверов для того чтобы сформировать вам файлы которые вы требуете здесь же эта операция не нагружает систему поэтому можно просто любую дату с любой другой датой сравнивать вот ну и вот тут перечень книжек с их айдишниками названиями и ссылками прямо на на описание этих книг ну и количество отказов вот видно что там например книжка какая-то такая-то ее 59 раз запрашивали вот и возможно если таких книжек наберется несколько надо посмотреть в каком издательстве эта книга почему вы на нее не подписались и в следующий раз при обновлении подписки докупить докупить эту коллекцию ну или какое-то иное решение например порекомендовать этим людям которые эту книжку постоянно хотят почитать какую-нибудь замену которая в bs есть они ее может быть не видят или по какой-то причине не нашли ну и вот все это можно либо показать и вот этот показ он вот здесь как раз и изображен прямо на экране либо скачать в виде excel файла и работать уже как обычно с excel файлом а вот вот здесь вот наверху общее количество отказов ну и вот эти вот подробности вот здесь вот они открываются по нажатию на кнопочку подробности статистика контента находится на отдельном на отдельной вкладке в личном кабинете это лишь она так и называется статистика состоит статистика из четырех вариантов статистики вот этот вариант скаченные ресурсы не будем рассматривать вообще он оставлен для совместимости с бывшими версиями bs когда-то уже достаточно давно несколько лет назад больше около пяти лет назад если не изменяет память у нас была возможность не только смотреть в онлайне но и скачивать книжки в закодированном виде функция это оказалось невостребованной но все-таки до для совместимости статистики с предыдущими периодами мы ее оставили вам скорее всего она не понадобится основная вкладка с наиболее мощным мощной статистикой это вкладка просмотренные ресурсы вот это вот самое первое здесь вы можете посмотреть полностью информацию о том что же у вас ваши ваши студенты ну не только студенты вообщем сколько в каждой роли чего читалось сколько читали или просматривали библиотекарь конечно никто не может гарантировать что просмотренная страница книги была прочтена на самом деле она по крайней мере она была просмотрована таин habr Motley заказана чисいて не было сколько сколько просмотрели библиотекаре сколько просмотрели преподаватель сколько просмотрели студенты. И для того, чтобы получить эту информацию, надо тоже задать начало периода и конец периода. Если хочется получить не всеобъемлющую информацию, а просто информацию по какому-то пользователю, можно задать здесь ID пользователя. Обращаю ваше внимание, не mail, не логин и не фамилия, а именно ID пользователя. И тогда вы получите информацию о конкретном пользователе, что он читал. Полезно, например, знать, что читает ректор, чтобы понять его интересы и каким-то образом их удовлетворять. К примеру. Или какой-то известный преподаватель, чтобы понять, как, быть может, приспособиться к этим людям. Далее вы можете выбрать либо краткую сводную форму, либо подробную. Подробно это значит с номерами страниц. Вы можете получить информацию прямо здесь. Но если у вас ВУЗ большой, то здесь может вывалиться очень много информации. Тогда вам удобнее, наверное, получить эту информацию в виде Excel-файла. И там уже с ней разбираться методами Excel, которые, конечно, гораздо более могучие, чем любой веб-интерфейс. Информация вот такая. Выходит по книжкам, по употребимости книг. Например, сейчас в нашей тестовой версии нашей ЭБС вот такая книжка была самая популярная за этот период времени, обращая внимание. И эту книжку там читали, читал кто-то. Чтобы понять, кто ее читал, вот на четвертой, например, строке нажимаем на вот эту кнопку. И выходит информация, что эту книжку вот читал такой-то. И вот такие-то страницы он как минимум просмотрел. То есть заказал их чтение. Вот информация такая, достаточно продвинутая. Ее можно как-то использовать. Следующая информация – это информация по людям. Если вот эта информация, она была привязана к книгам, к изданиям, то вот эта информация по людям. Статистика посещений. Здесь мы можем, опять мы выбираем начало периода, конец периода. Это любые числа. Здесь опять можем, если необходимо, выбрать конкретного пользователя, чтобы потом не искать его среди тысяч ваших пользователей. Есть еще интересная настройка. Здесь вы можете выбрать диапазон группировки по месяцам или по неделям. Вот в данном случае выбрана диапазон группировки по месяцам. Поэтому вот здесь вот показывается, что, например, преподаватели, сколько они читали в октябре, сколько они читали в ноябре. И вот мы здесь нажали на кнопку уточнения, уточняющих данных. И видно, что вот в ноябре у нас пользователь такой-то прочел. Было три обращения, у такого-то шесть, у такого-то двести четыре пользователя. Двести четыре обращения. Ну и, наконец, самая простая статистика – это рейтинг издательств. Здесь можете просто посмотреть, какие издательства больше всего пользуются популярностью у вас в библиотеке и получить, собственно, их рейтинг. С первого до последнего. Опять же, можете понять, какие издательства для вас самые важные, какие, может быть, не так важны. Может быть, от их подписки можно отказаться. Вы считали, что они будут пользоваться успехом, а они не пользуются успехом. И все это опять можно выбрать. Не можно, а нужно настроить сначала конец периода, можно выбрать по конкретному человеку, его личный рейтинг издательств. Ну и, опять же, можно либо показать, либо выгрузить в Excel. Ну и, наконец, последняя возможность – это отчеты по стандарту Counter. Стандарт Counter позволяет сравнивать разные электронные библиотеки по неким стандартным параметрам. Дело в том, что библиотеки, в общем-то, разные электронные. И в них совсем по-разному происходит. Ну, их создатели по-разному мыслят статистику. И иной раз сравнить статистику разных электронных библиотек трудно, просто потому что по разным параметрам производится. То есть цифры могут быть примерно одинаковые, а значит, они могут разные. Вот поэтому есть такой стандарт Counter, который регламентирует, что именно мы подвергаем статистике, какие именно цифры мы хотим получить. Вот по стандарту Counter у нас 9 форм отчетности доступны. И они доступны не только в форме выгрузки в Excel. Вот в веб-форме недоступны, так что можете выбрать одну из форм вот здесь. Опять, как всегда, выбрать начало и конец периода. Опять можете отфильтровать по конкретному пользователю. Ну, и получить в Excel-ском виде табличку со стандартной статистикой по стандарту Counter. Ну, и последняя возможность из тех, которые мы сегодня рассмотрим, это использование поисковых выборок. Эта возможность не уникальная для роли библиотекаря, но в роли библиотекаря она имеет свои нюансы. То есть вы видите в вашем личном кабинете гораздо больше поисковых выборок, чем все остальные. Если студенты и преподаватели видят только те поисковые выборки, которые они сами сделали, то вы видите поисковые выборки вообще всех пользователей ЭБС. Ну, и свои тоже можете посмотреть, разумеется. Вот, поисковая выборка – это некая выборка книг, которая производится в процессе поиска. То есть в процессе поисковой выдачи, когда конечному пользователю в результате его запроса вывалилось какое-то количество книг, например, там, ну, в лучшем случае десяток, в худшем случае несколько сотен. Но, кстати, если несколько сотен, это, скорее всего, он либо не уточнил поисковый запрос, либо, в принципе, не может его уточнить, но очень неопределенное поле поиска. И вот этот человек начинает ходить по этой поисковой выдаче и размышлять, а, собственно, вот эту книгу нужно мне просмотреть, даже еще не почитать, а просмотреть или нет. Он может, конечно, каждый раз нажимать вот сюда и начинать читать книгу, принимать решение какое-то и так далее. Но этот не очень хороший вариант, потому что в этот момент он отвлекается от выбора других книг и может просто, в конце концов, в поисковой выдаче не дойти до тех книг, которые нужны. А оптимальное поведение в этом случае это пометить вот здесь вот точками, флажками в соответствующем месте под книжкой флажок «Сохранить в выборке». Это означает, что сейчас вы с этой книжкой ничего не делаете, но информация о том, что вы ее отложили, она сохраняется в вашем личном кабинете. Таким образом, проведя поиск один раз, два раза, три раза по разным ключевым словам и отложив там 3, 4, 5, 20 книг, вы можете потом только эти 20 книг начать более подробно изучать. Происходит это так, как я уже сказал, отмечаете флажком. В конце поисковой выборки, когда все посмотрели, нажимаете на кнопку «Сохранить выборку», вам предлагается, здесь этот экран я не привел, предлагается либо сохранить выборку под новым именем, либо выбрать одну из поисковых выборок, которые вы уже прежде создали, чтобы добавить к ней выбранные книги. Но потом в своем личном кабинете вы можете это посмотреть. Вы же, как преподаватель, видите это в более продвинутом виде. Вы заходите в «Мои выборки», «Мои события». На вкладке «Мои события» выбираете под вкладку «Поисковые выборки». Здесь пока еще все совпадает, как и с обычными пользователями. У них тоже точно так же находятся поисковые выборки. А вот дальше возникают нюансы. У вас есть следующий уровень. Это «Мои выборки», «Выборки студентов», «Выборки абонентов» и «Выборки преподавателей». Например, здесь выбираете… Да, вот это давайте номеровать уровни. Это первый уровень интерфейса, второй уровень интерфейса. Так, двоечка, у меня не очень хорошо получилось, прошу простить. Третий уровень интерфейса. Выбрали «Выборки преподавателей». Далее появляется список преподавателей вашего вуза. Здесь вы можете выбрать конкретного преподавателя. Ну, здесь для тестового случая я просто назначил преподавателя преподавателем уже ушедшего от нас, к сожалению, нашего Нобелевского лауреата Алексея Алексеевича Абрикосова. Ну, вот и сделал вид, что он выборку сделал «Физика и технологии». И здесь вот такие вот методы квантовой оптики, математика для электрорадиоинженеров, волновая оптика и квантовая физика. Вот такая выборка. То есть четвертый уровень – это выбор фамилии, в данном случае фамилии преподавателя. Пятый уровень – это уровень названия выборки. Ну и шестой – это, собственно, список самих книг. Он кликабельный, разумеется. И вот, начиная отсюда, можно кликать и уже начинать читать книги и далее работать с этими выборками. Вот, собственно, все, что надо знать про поисковые выборки и как они видны глазами преподавателя. Ну и хотел бы обратить внимание также на тот функционал, который у нас появился в начале учебного года и окончательно сформировался, наверное, к началу календарного года. Хоть этот функционал, он появился не только для библиотекарей, но и для вообще всех ролей, он очень важен. У нас появился, ну, каталог, разумеется, у нас всегда был, но он существенно изменился. Теперь у нас есть возможности использования разных видов каталогов. Это каталог ББК, каталог просто по разделам, по разделам знаний, как бы сказать, по областям знаний и каталог УГС, который больше привязан к процессу образования. И вот в этом разделе УГС это, в общем, такой новый вид каталога, в котором можно искать книги по дисциплинам, по направлениям, по уровню образования, бакалавриат или магистратура, по названию дисциплины, по типу издания, учебные издания, научные издания, методические издания. Ну и получаете вот здесь такой уже достаточно узкий выбор. Да, между собой можно здесь как-то эти фильтры комплексировать. Вот, например, фильтры в различных строках, здесь они комплексируются по логическому закону И, а внутри строки по закону Или. Вот, например, можно выбрать только учебные издания, среди них только те, которые входят в бакалавриат. Ну а здесь можно выбрать дисциплины, например, алгебра и теория чисел, ну и там, не знаю, наверное, какая-нибудь линейная алгебра, да, и они будут добавляться друг к другу. Вот. Ну и то же самое у нас с библиографическим поиском, который тоже имеет все те же настроечки, и теперь может искать по дисциплинам, и по тому, что необходимо именно для обучения. Вот. Ну это вкратце, и в конце я хотел бы для тех, кто у нас зашел позже, еще раз повторить, что у нас от Директ Медиа в связи с нашим положением есть несколько предложений. Это предложения, связанные с бесплатным доступом к нашим ресурсам для новых абонентов. И можно получить до июня месяца бесплатный доступ к ЭБС Университетской библиотеке онлайн, кто не имеет такого доступа к тем вузам, к ЭБС Библиотеку Нонфикшн, к ЭБС Библиошкола. Ну и в нашем интернет-магазине на период до 1 июня действует скидка 30% вообще на все, что там представлено. Сделать это можно, заполнив вот эти формы. Эти формы, дублировать эти ссылки я не буду, они у нас есть в этом файле. Если необходимо, можно просто скачать мою презентацию и из них заполнить эти формы. Эта Google форма очень просто заполняется, и в течение 2-3 рабочих дней вы автоматически будете подключены к данному ресурсу. Ну и, наконец, еще раз хотел бы проанонсировать наш курс. Вот этот курс, который начнется 1 апреля, это онлайн-курс интенсив. И давайте я еще раз дам вам на него ссылку. Он называется «Быстрый перевод обучения в онлайн». Курс пройдет в течение недели достаточно быстро, 6 вебинаров, 6 двухчасовых вебинаров. Ну и очень демократичная стоимость на этот курс, можете сами посмотреть, она гораздо ниже, чем все остальные наши курсы. просто исходя из того, что это интенсив, это только вебинары, и это очень быстро все надо сделать. Вот у меня все. Есть ли у вас какие-то вопросы? предложения, реплики. Ну что ж, коллеги, если у вас нет вопросов, давайте тогда прощаться. Спасибо, что были на моем вебинаре. Напоминаю, что Директ Академия – это бесплатные вебинары. А, пока еще нет, пока еще не будем прощаться, потому что я должен для вас создать сертификаты. Одну минутку. Так как я один в двух лицах и ведущий, и руководитель учебно-методического центра, то я должен это делать сам в конце вебинара. Сейчас я загружу соответствующий файл и дам вам ссылку, по которой это можно будет сделать. Одну минутку. А за это время, возможно, у вас появятся какие-то все-таки вопросы, и я тогда на них отвечу. Так, половина работы выполнена. Осталось только загрузить этот список. Я его закачиваю. Выдаю. И отправляю вам на почту такие предложения. Так, ну и сейчас я опубликую у вас ссылку на страничку, где вы можете себя найти и, соответственно, перейти к оплате при помощи Яндекс.Кассы. Очень удобный способ оплаты. Вот здесь. Ну что ж, коллеги, на этом тогда у меня все. Надеюсь, вы будете приходить на наши новые бесплатные мероприятия, а также по возможности будете участвовать в наших онлайн-курсах. это направление нашей деятельности, оно развивается и становится все более мощным, все большее количество народа приходит на наши курсы. Надеюсь, и вы тоже, и вас когда-нибудь увижу на наших курсах. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...